В этом эпизоде фильма «Снайперы» 1985 года выпуска показан подвиг стрелка 54-й стрелковой бригады Алии Молдогуловой. Она в самый критический момент, когда был ранен командир ее роты, взяла командование на себя и своей решимостью увлекла солдат в атаку. Благодаря этому подвигу хрупкой юной казашки, линия обороны противника была прорвана, и советские солдаты заняли немецкие окопы. Судьба Алии Молдогуловой очень похожа на судьбу ее землячки Маншук Маметовой. Алия также рано осталось сиротой. Ее мать во время голода 1933 года, не выдержав страданий своих детей, пошла на кулацкое поле, чтобы набрать картофеля, где ее, без чувства сожаления, застрелил сторож. Отец Алии не жил со своей семьей, он был потомком Бая, крупного землевладельца в Казахстане, и принадлежал к роду Табын. Скорее всего, во время гражданской войны он выступал на стороне белогвардейцев и, боясь кары, скрывался от советской власти. После смерти матери девочку на воспитание взял ее брат Аубакир Молдогулов. Уже скоро они переехали жить в Москву, а затем и в Ленинград, где их и застала Великая Отечественная война. Осенью 1941 года военно-транспортную академию, в которой работал дядя девочки Аубакир, эвакуировали в Ташкент, а вслед за ней вывезли и семью Молдогуловых. Но Алия наотрез отказалась покидать понравившийся ей город и осталась учиться в школе-интернате номер 46. А 8 сентября началась блокада Ленинграда. Алия в блокадном Ленинграде прожила полгода. Школу-интернат, в которой она училась, переделали в детский дом. Был случай, когда Алия пошла за водой и не вернулась. Встревоженная воспитательница пошла на ее поиски и нашла девочку, лежащей без сознания. Как потом оказалось, Алия часть своего и без того скудного пайка отдавала другим детям. В марте 1942 года детский дом со всеми воспитанниками эвакуировали в село Вятское Ярославской области. Алия поступила в Рыбинский авиационный техникум, но желание бить врага на передовой пересилило возможность обычной жизни, и девушка пошла в военкомат и написала заявление с требованием отправить ее на фронт. Ее просьбу одобрили, но так как девушке было всего 17 лет, и она не имела никаких военных навыков, ее сначала направили в школу снайперов. Центральная женская школа снайперской подготовки, военное учебное заведение при главном управлении всеобуча. Была создана 20 марта 1942 года. Первоначально размещалась в поселке Вишники Московской области. За время существования школы был подготовлен 1061 снайпер и 407 инструктор снайперского дела. Две воспитанницы школы были удостоены звания Героя Советского Союза. Это Барамзина Татьяна Николаевна и Молдогулова Алияна Рмухамбетовна. В школе снайперов обучение было интенсивным. Уроки и тренировки могли достигать до 15 часов в сутки. Молодые девушки изучали баллистику и устройство стрелкового оружия. Постигали военную топографию и военно-саперное дело. Занимались политической и строевой подготовкой. К тому же каждый молодой снайпер должен был научиться ползать по-пластунски, маскировке, терпению, развить свою память и уметь оказать первую медицинскую помощь. В учебе Алия проявляла настойчивость и упорство, и по окончании школы ее, как одну из самых лучших выпускниц, наградили именной винтовкой с надписью «Отцикавал КСМ за отличную стрельбу». С этой винтовкой девушка не расставалась до последнего дня своей жизни. В августе 1943 года группа курсанток, в которой была и Алия Молдогулова, прибыла на фронт. Девушки попали в 54-ю стрелковую бригаду 22-й армии, которая в этот момент держала оборону в районе города Холм. Командиры бригады, увидев пополнение, попытались уберечь девушек от тягот военной службы и направить их куда угодно – в тыл, на кухню чистить картошку или хотя бы в санитарке. Но девушки проявили характер и остались на передовой. Своего первого фашиста Алия убила, когда ей самой не исполнилось еще и 18 лет, а потом был второй и третий. Снайперы ходили на задания, как правило, в паре, на заранее неприготовленные позиции. Молдогулова отличалась редкостным бесстрашием и терпением. Она могла просидеть в засаде более суток, но обязательно дожидалась своей добычи. Немцы в ответ обрушивали на позиции снайперов минометный огонь, и нередко Алие приходилось вытаскивать из-под обстрела раненых товарищей и оказывать им первую медицинскую помощь. Саму же девушку немецкие осколки и пули пока обходили стороной. К декабрю 1943 года за снайпером Алией Молдогуловой числилось уже 32 поверженных противника. По воспоминаниям командира батальона Федора Ивановича Моисеева, когда он 6 ноября с замполитом пришел в третью роту, где служила Молдогулова, немцы вдруг открыли шквальный артиллерийский огонь по переднему краю советских войск. Командир роты, видя тревогу на лицах прибывших, с улыбкой поспешил их успокоить, сказав, что немцы просто обозлились на эфрейтора Молдогулову. Сегодня на нашем рубеже обороны она уничтожила 7 фашистов. Когда огонь поутих, комбат и замполит пошли поздравить девушку с ее боевым успехом, и за хорошее исполнение воинского долга обязали ей 3 дня отдыха. Однако Алия отказалась от награды, сказав, что отдохнет после войны. В один из дней предновогоднего декабря 43-го года группа разведчиков вермахта, состоящей из пяти человек, двигалась по нейтральной полосе в сторону советских окопов. В предрассветном тумане они вдруг заметили какие-то силуэты, идущие им навстречу. Три маленьких девушки в советской форме беззаботно шли по тропинке. Видно было, что они ничего не подозревали о предстоящей опасности, и хоть иступали они осторожно, но всю дорогу о чем-то беззаботно перешептывались. Легкая добыча. Немцы решили взять живьем советских снайперов, и затаившись в кустах вдоль тропинки, устроили засаду. Подруги все ближе и ближе подходили к месту западни. И вот, когда немцы уже хотели броситься на свою добычу, впереди идущая девушка с азиатскими чертами лица вдруг зло скомандовала. Бей гадов! И первой сделала свой выстрел. Не прошло и секунды, как прозвучало еще два выстрела. Алия Молдогулова и ее боевые подруги в этот день решили пробраться по нейтральной полосе поближе к вражеским позициям. Они заметили немцев, когда уже поздно было что-то делать, но не растерялись. Девушки продолжили движение, в это время шепотом договариваясь, кто в кого будет стрелять. После внезапной атаки трое немцев так и остались лежать в кустах, а двое других, не ожидая такого поворота, сдались в плен. В январе 1944 года советские войска Волховского, Ленинградского и Второго Прибалтийского фронтов с целью снятия блокады Ленинграда, перешли в наступление сараньянбаумского плацдарма в направлении на Красное Село и Ропшу. 54-й стрелковой бригаде было приказано перерезать железнодорожную ветку на высокольнике дно, чтобы лишить основную группировку войск противника возможности перебрасывать подкрепление на этом направлении. 4-й батальон, в котором служил эфрейтор Алия Молдогулова, на рассвете 14 января атаковал станцию Насва. Немцы за время оккупации превратили местность в настоящую крепость, состоящую из окопов, проволочных заграждений, дотов, пулеметных и минометных точек. Красноармейцы, поддержанные снайперами, хоть и несли потери, но постепенно прорывались вглубь немецкой обороны. Довольно быстро они прорвали первую линию укреплений, но дальше дорогу им преградил сильный минометный и пулеметный огонь. Красноармейцы стали залегать и пятиться назад. Командир роты попытался поднять солдат в атаку, но был сражен немецкой очередью. Промедление грозило смертью всему подразделению. На открытой местности под огнем противника безвольное замешательство самое страшное, что бывает в атаке. В этот критический момент над землей поднялась маленькая фигурка гордой казашки. И раздался крик «Братья-солдаты, за мной!» Алия Молдогулова первая ринулась в сторону немецких траншей. Стыдно стало и старым воякам, и молодым за то, что подались было страху. Переглядываясь, красноармейцы стали подниматься и с криками «Ура!» побежали на врага. В траншеях противника завязалась рукопашная схватка. Алия умело действуя автоматом, разила противника одного за другим. В этом бою ей удалось прорваться к минометному расчету, который она закидала гранатами, а одного немца взять в плен. До вечера солдаты 4-го батальона выдержали три немецких контратаки. Алия поменяла автомат на снайперскую винтовку и уже разила противника из нее. На следующее утро красноармейцы вновь перешли в наступление. Алия Молдогулова была ранена осколком мины в руку, но, несмотря на это, осталась в строю и продолжила сражаться в первых рядах, идя в атаку. В очередных траншеях, возле деревни Казачиха, девушка увлеклась и одна вырвалась далеко вперед. Она не заметила, как из блиндажа выскочил немецкий офицер и выстрелил в нее из пистолета. Из последних сил она дала ответную очередь, уничтожив противника, а сама упала на дно окопа. С поля боя ее вынесли солдаты из отделения разведчиков, но рана оказалась смертельной и Алия скончалась на руках своих боевых товарищей. За последние два дня боев она уничтожила более 40 противников, а общий счет девушки, которой так и не исполнилось 19 лет, составил 78 фашистов. 4 июня 1944 года Алия Нурмухамбетовне Молдогуловой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Алия приобрела широкую известность. Ее именем называли улицы в городах и селах, ей устанавливали памятники, в ее честь сочинялись песни и снимались фильмы. А ведь она могла избрать для себя другую судьбу, эвакуироваться в Ташкент, завести семью и жить дальше. Но эта мысль не могла прийти на ум той гордой девушки, которая в трудный для родины момент закрыла ее своей грудью, тем самым подарив нам будущее. Субтитры создавал DimaTorzok